Довольно вернется с медалью и шрамами, которые явно не украшают мужчин. Бронзовый призер Олимпиады подзюдо Дирк Ван Тихилт лично познакомился с преступным миром Рио. Его избили на знаменитом пляже Капкабана. Туда он отправился вместе с товарищем по команде, чтобы отпраздновать свое третье место. Но только вот праздник как-то не так пошел. В какой-то момент у его друга неизвестный украл телефон, Дирк кинулся за вором и уже догнал его, но внезапно получил удар в лицо. После этого инцидента спортсмена насмотрели медики и, к счастью, серьезных травм у дзюдоиста нет. Но ведь бюджет Рио-де-Жанейро благодаря Олимпиаде вырос на десятки ноутбуков, часов и бумажников. Это я про криминальный бюджет. Воровство и нападение буквально на каждом шагу. В интернете уже подобных историй не счесть. Но тут ситуация просто из ряда вон. Олимпийский автобус, который перевозил волонтеров и журналистов, просто обстреляли. Репортер из Белоруссии и представитель Турции получили порезы от разбитых стекол. А произошло это на одной из олимпийских трасс. Она ведет из баскет-холла в Олимпийский парк. Светли уверены, что по машине было сделано по меньшей мере два выстрела. Полиция Бразилии уверяет, что автобус лишь закидали камнями, никто не стрелял. Но у экспертов в сфере безопасности своя версия. Бандиты целились по полицейским дронам, которые патрулируют улицы и промазали. Попали по автобусу с пассажирами. К счастью, никто серьезно не пострадал. Два хлопка, тихих, небольших. И увидел, что стекло покрыто все в трещинах. Я сразу лег на пол. Вместе со мной все остальные журналисты. И мы не поняли вообще, что произошло. Но обычные меры безопасности в такой ситуации. Мы доехали до ближайшего поста полиции, военных. Они остановили, взяли нас под контроль. Я разглядел, что в стекле есть маленькая-маленькая трещинка. Вот она. Я не знаю, либо это какая-то пневматическая пуля небольшая, либо это камень, который отлетел со скалы. Продолжение следует...